До 10 миллионов сомов на избирательную кампанию потратили. Бютун, Кыргызстан – более 5,5 миллионов сомов. Чонказат, Ордо, Реформа, Иман, Нуру, Микен, Нтымагы – более 6 миллионов сомов. Траты социал-демократов превысили 8 миллионов, а афганцев – 9 миллионов. Республика. Первым в списке идет действующий депутат Жигур Кукинеша Мерлан Джейнчироев, а вторым – некий безработный, так указано на сайте ЦИК, Узарабек Джилкыбаев. Всего в партии Республика 95 безработных из 166 кандидатов. Но тот же якобы безработный Узарабек Джилкыбаев в недавнем прошлом губернатор Ожской области. А если верить данным ОСО Кейджи, то и владелец двух турфирм, доли в которых не указал в налоговых декларациях, писал в августе этого года экономист Кейджи. А еще тут бывший губернатор Чуйской области Туйганалы Абдраимов, седьмой в списке. Он же указан как председатель совета директоров ЗАО Кайнар. Лицо. Ваше лицо мне не нравится. Очень неприятное лицо ваше. На избирательную кампанию партия Республика по официальным данным потратила более 20 миллионов 600 тысяч сомов. Бирбол. Второй слева – действующий депутат парламента Алтынбек Сулейманов, нардеп со стажем, 13 лет. Согласно расследованию экономист Кейджи, до конца прошлого года десятый в списке Бирбола владел добывающей компанией, которую не указывал в налоговых отчетах, а впоследствии передал бизнес известному спортсмену Мактыбеку Мамасалиеву, титулованному боксеру. На избирательную кампанию партия Бирбол по официальным данным потратила около 34 миллионов сомов. Кыргызстан. В составе этой партии... Гомес сексалю... Гомес... Гомес секс... Джондо, Джондо. Кыргызреспублика. Мы здесь кукурузы не охраняем, как говорится, да? Реальный вопрос берут. 26 кандидатов указаны как безработные. В их числе Чулпон Султанбекова, восьмая в списке. Но, согласно данным Минюста, она значится учредителем нескольких компаний, в числе которых ОСО «Соломон Плюс» – компания по добыче драгоценных металлов и руд редких металлов. А еще она входила в список богатейших женщин Кыргызстана. Еще один безработный – Руслан Чойбеков, шестой в списке. Но по базе Минюста он числится директором двух компаний – торговля и производства. По данным, 24КJ является заместителем главы одной из фирм агрокорпорации «Алкомагната» Шаршинбека Абдукеримова. И, кстати, он тоже есть в списке под номером 9, и его называют главным спонсором партии «Кыргызстан». Собственно, одним из основателей этой партии, один из богатейших людей Кыргызстана и является. По официальным данным, траты партии «Кыргызстан» на эти выборы уже превысили 70 миллионов сомов. Беремдик. В этой партии больше всего действующих депутатов, более 30. В их числе – брат президента Кыргызской республики Аселбек Джейнбеков и инициатор скандального законопроекта о цензуре в интернете. Фейк это зло, это лошадь! Партию «Беремдик» можно назвать партией «Единство строительных и угольных магнатов». Около 20 кандидатов так или иначе связаны с таким бизнесом. Двенадцатая в списке Нурджанты Немсиитова – депутат бишкекского городского Кенеша, директор строительной компании Елизавета, а в учредителях этой фирмы – супруга мэра Бишкека Гульбара Суракматова. Пятнадцатый в списке Бакердин Субанбеков – действующий депутат Джигурку Кенеша от Бирбол. В июле этого года издание «Экономистский G» выявило, политик три года не указывал в налоговых декларациях, что владеет четвертью Беловодского кирпичного завода. Семнадцатый в списке Улан Примов – депутат Джигурку Кенеша. Считается одним из богатейших людей Кыргызстана. При низких официальных доходах смог подарить родному селу арку за 9 миллионов сомов. На отца депутата Бердибая Примова записано 9 компаний. Занимаются в основном добычей природных ископаемых, строительством зданий, производством кирпича. Девятнадцатый – Азамат Арабаев – депутат Джигурку Кенеша. В прошлом году «Экономистский G» и проект «Декларатор» выявили, политик владеет пятью фирмами и скрывает их в своих налоговых декларациях, в их числе компания по передаче и распределению газа, кирпичный завод и предприятие по добыче угля. На избирательную кампанию партия «Беремзик» по официальным данным уже потратила более 86 миллионов сомов. Микиним Кыргызстан. Другим бы названием этой партии могло бы стать торговцы. В рядах этой партии действующий депутат Джигурку Кенеша Искендер Матраимов, автор контррасследования о коррупции на таможне Эльнура Алканова и СВАТ президента Кыргызской республики депутат Алиярбек Абджалиев. В апреле этого года Факча Киджи опубликовала расследование «Бизнес-империя СВАТа президента». Там и строительный бизнес, и горнодобывающая отрасль, и логистика, и торговые склады. На суборгу Искендера Матраимова записаны три фирмы. Основной вид деятельности – торговля. 14-й в списке – бывший спикер парламента Ахмадбек Кельдебеков. Личность во многом легендарная. В ноябре 2014 года против Кельдебекова возбудили три уголовных дела по обвинениям в коррупции, в его бытность спикером парламента и директором социального фонда. А сегодня он баллотируется в Джигурку Кенеш. В интервью говорит, что занимается земледелием и животноводством. А в июне 2016-го на портале Клоп Кейджи вышло расследование о том, как супруга Кельдебекова Аида Токтоматова приобрела землю в Болгарии и зарегистрировала там фирму по торговле древесиной, автомобилями и прочим. А еще в этой партии есть представители таможника, КНБ и нефтегазового сектора. Так, в списке есть Алишер Козуев, гендиректор и один из учредителей АЗС «Россия.нефть». Вторым учредителем является супруга Раимбека Матраимова, Уулкан Тургунова. Фактчек Кейджи опубликовала серию расследований про нее. По официальным данным, траты партии Микинем Карагастан на эти выборы уже превысили 90 миллионов сомов. На избирательную кампанию партии уже потратили около полмиллиарда сомов.